Здравствуйте! Вы смотрите программу Persona Grat. И сегодня у нас в студии уникальные гости. Это обладательница самых длинных в мире ног Светлана Панкратова. Здравствуйте, Светлана. Добрый вечер. Светлана, а самые длинные в мире ноги это сколько сантиметров? Это 132 сантиметра. А какой у вас рост? 196. Я знаю, что вы попали в книгу рекордов Гиннесса 2009. Да. Совсем недавно. До этого момента. Я не буду раскрывать ваш возраст, но тем не менее. Не надо. До этого момента. Чем вы занимались? Как вы жили с такими замечательными ногами? И они вам больше помогали или мешали в жизни? Ну, помогали, конечно. Во-первых, мои ноги дали мне мой рост. С моим ростом я играла в баскетбол достаточно долго. А вы профессиональная спортсменка? Да, да. Я была профессиональная спортсменка. Я сначала играла тоже здесь за колледж в Америке, в Ричмонде. И потом вернулась в Европу. И там уже играла профессионально. Но начинали вы в России? Начинала, да. Начинала я в России. И поэтому, как бы, действительно, мои ноги делают меня достаточно уникальной. Уникальные ноги, уникальный рост, в общем-то, выделяющийся из толпы. А я знаю, что вы живете в Испании. Да. А чем вы там занимаетесь? Там я работаю в агентстве по недвижимости. А в работе вам как-то помогает ваш рост? Да не совсем. Как бы это моя работа не связана с длиной моих ног. Но людей впечатляет. Клиентов, в общем-то, как правило, да. А где вы живете в Испании? В Малаге. А когда вы идете по улице вашего города, вас окликают, вам делают комплименты, может быть? По-разному. Ну, всегда какие-то комментарии, как правило. Ой, какая высокая. Причем многие мне почему-то пытаются об этом сказать, как будто я об этом никогда не знала. Ой, ты такая высокая. Спасибо, что вы мне об этом сказали. Ну, разные всякие комментарии. Но есть и комплименты. А как изменилась ваша жизнь после того, как вы стали рекордсменкой? Появилось больше разнообразия. Появились поездки со всякими турами с Гиннесом. Я побывала в Лондоне, была в ноябре в Нью-Йорке, потом в Бразилии и несколько поездок по Испании. Вот сейчас опять вернулась сюда. А что вы сейчас здесь делаете? Ну, сейчас я приехала, меня пригласила компания Kiehl's. Это как бы немножко помочь им прорекламировать женский крем для бертианок. Я знаю, что в Лондоне вы встречались с самым маленьким человеком в мире. Его зовут Хэппин Пин. И его рост всего 73 сантиметра. Он из Китая, этот человек. Вот расскажите, пожалуйста, об этой встрече. Это была очень интересная встреча. Когда, перед тем, как я приехала в Лондон, мне сказали, что на презентации будет самый маленький человек в мире. Но как-то я не спросила ни рост, ничего, потому что я реально не могла представить, что он может быть настолько маленький. Я думала, ну, может, там метр с чем-то как-то и все. Но когда я реально его увидела, я думала, что мне показалось, что это... А вы можете показать физически, какого он роста? Я могу показать тому, что когда мы с ним фотографировались, когда вот это была знаменитая фотосессия центра Фольгарской площади, но хоть у меня были вот такие там каблуки, он мне вот доходил вот, вот досюда, стоя. Полный рост, еще там махая ручкой, он мне был вот где-то посюда. Поэтому, на самом деле, это была достаточно так необычная встреча. Но у вас был шанс пообщаться с ним? Если только через переводчика, ну, я больше общалась как бы с переводчиком и с журналистом, с которым он приехал, там, его родственником, но не совсем посредственно с Пинпином. То есть он не говорит по-английски? Нет, нет, по-английски он не говорит. А как вы думаете, лучше быть очень маленьким или очень большим? Очень большим. Я считаю, что маленькие они какие-то более беспомощные, чем очень большие. Но очень большой тоже, конечно, я не знаю, может, самый большой человек в мире, который 20-36 или сколько, тоже, который китаец. Ему тоже тяжеловато, потому что есть свои определенные проблемы. Но и как по мне, может, я сужу свою высокую. Быть лучше большим. Потому что маленький там легко в подвезти. То есть он может из-за себя постоять. Конечно, естественно. Да. Ну а с какими-то неудобствами вы сталкиваетесь из-за своего роста? Угу. В быту, может быть. Вот я сегодня ехала в метро, видела высокого мужчину, и выходя из вагона, ему пришлось нагнуться. Да, да, приходится нагибаться. Но я уже настолько просто к этому привыкла. Потому что я высокая, наверное, где-то так 16-17 лет, когда я уже становилась расти. Поэтому я, конечно, к этому привыкла. Уже автоматом всегда где-то прижимаешь, так втягиваешь голову, чтобы не удариться. Потом очень тяжело найти брюки на свои ноги. Если джинсы... А как вы выходите из этой ситуации? Ищу везде, где можно. Во всех магазинах. Конечно, приходится прилагать очень много времени, много усилий. Говорю, пройти много мест. Ну, с джинсами еще можно как бы выкрутиться. Ну вот, а с такими брюками, как брючный костюм, например, брюки, невозможно, надо их шить на заказ. То есть вы заказываете внутри, я часто одежду, да? По-другому никак. Во всяком случае, я не нашла такого места, если оно вообще существует, где можно найти было брюки на мои ноги. А еще с какими-то проблемами вы сталкиваетесь? Путешествия, те же полеты в самолетах. А что в самолете? Приходится постараться приехать пораньше в аэропорт и попросить место у запасного выхода. Там, как всегда, побольше пространства. Но если я поздно приехала или каким-то образом что-то там не сложилось, то, конечно, приходится сидеть там, ноги туда, кто-то проходит ноги сюда, потом опять туда. Но немножко неудобно. Поэтому мне, например, сейчас приехать и прилететь из Испании, это почти восемь часов, чем-то это уже не очень легко. Хотя, в общем-то, я много раз пересекала океан, я, казалось бы, уже привыкла. Тем не менее, каждый раз, ну, что, ой, восемь часов, надо куда-то ноги тянуть. А когда вы поняли, наверное, еще это было в детстве, да, когда вы поняли, что у вас, скажем так, не совсем стандартные внешние данные. Вы помните этот момент? Ну, как бы, помню, я помню всегда, насколько я в себе помню, что я всегда была выше. Еще в детском саду, что я всегда была выше всех. Потому что дети, естественно, дразнятся всегда. Раз дразнили? Дразнили, дразнили, что там, все, что угодно говорили, что я была выше всех, это я четко, хорошо помню. И я всегда, как бы, знала, что я нестандартная. Не то, что я, может быть, за лето, или как дети иногда резко вырастают. Нет, я всегда была выше всех. И это было заметно. Поэтому, конечно, какие-то комплексы были по молодости, в детстве, потому что даты нестандартные. Тебе почему-то все в этом любят напомнить. Только когда я уже начала заниматься баскетболом, когда я уже влилась с такими же, как я, может, не такими же высокими, но поменьше, как-то все это хорошо стало, слава богу, проходить. Это я уже не только... Не задевал меня. И ваши магистрали вам помогать, наоборот, да? Конечно, мой рост стал помогать. Только потом, потом, потом потихонечку. Думаю, ой, у меня такой прекрасный рост, чего я стесняюсь. А были какие-то смешные ситуации, курьезы, связанные с вашими ногами, с вашим ростом? С моим ростом? Сейчас такого позднее время не случалось. Ну, в школе в детстве. Да, в детстве. Особенно потому, что я всегда была достаточно высокая. И поэтому никто не мог представить, что такая молодая девочка может иметь такой рост. И поэтому в каком-то... Или в магазине, или в кафе, или где-то, почему-то мне все время говорили, что я должна спуститься со ступенек, или что я не думаю, что я какой-то там залезла, или на стул встала, или каким-то образом. И все время говорят, спустись. Я говорю, откуда? Слезь снизу. Я не могла понять, о чем они вообще говорят, куда мне надо деться. Как оказалось, они просто думали, что я там встала на какие-то ступеньки, или куда нельзя залазить. Но если говорить о том, как складываются ваши отношения с мужчинами, вы стараетесь всегда подыскивать партнеров, которые тоже очень высокого роста, или не обязательно? Нет, не обязательно. Он может быть ниже меня. Многим тоже не буду бросаться в экстримы. Может быть, метр шестьдесят это было бы слишком. Я всегда, конечно, говорю, главное, чтобы человек был хороший. Но тоже хочется иметь рядом кого-то, кто не такой маленький. Вот у меня был друг, мы сейчас, к сожалению, расстались, 185 сантиметров. То есть он был ниже вашей? Ниже. На 11 сантиметров. Не знаю, я не испытывала абсолютно никаких проблем. Я чувствовала себя вполне комфортно рядом с ним. И я не считаю, что это такая огромная разница. Вообще, это какой-то миф, я не знаю, что у женщины должна быть меньше мужчины. Я думаю, все это уже осталось в прошлом веке. Да, это стереотипы. Поэтому я абсолютно не вижу ничего такого странного, если женщина будет выше мужчины. Ну, конечно, вы тоже свои понятия. Я, например, может быть, потому что, опять же, в связи с моим ростом, я не могу выбирать только высоких мужчин. Ага, этот ниже меня, все, мне он уже неинтересен. Это уже неправильно. А вам никогда не предлагали быть моделью? Меня как-то, как бы сказать, ловили на улице пару раз, там вручали визитки, вот зайти в это агентство. Что-то нравится, я как-то попробовала. Меня пофотографировали, что-то замерили, все данные записали, сказали, мы с вами свяжемся, больше ничего не случилось. Ну, это было очень большое модельное агентство, там, наверное, таких, как я, много-много, я не прошла по каким-то параметрам. Но я сама больше с ними никогда не связывалась. Светлана, а вам никогда не предлагали сниматься в кино? Ну, можно сказать, предлагали, но в очень исключительной эпизодической роли. Это было очень давно, еще в Санкт-Петербурге. Им понадобились для съемок две нестандартные девочки. Очень высокого роста. Да, очень высокого роста, все-таки нестандартные. А как назывался фильм? Нет, «Разборчивый жених». К сожалению, я немножко забыла название. И мы просто должны были пройти перед камерой в какой-то определенный момент, в каком-то месте. Ну, я уже, на самом деле, не совсем помню, для чего это было, но, в общем-то, это вся моя карьера. А сколько вы находились перед камерой? Ну, может быть, даже сколько? Почти минут. А может быть, секунд 30-45. И это был единственный фильм, в котором вы снимали? Еще в одном фильме я прогуливалась по улице, но я хоть, в общем-то, выделяюсь из толпы, но почему-то у меня там... Я себя не заметила. Может быть, именно этот кадр и не попал туда. И пока все на этом. А от телекомпании вам не поступало никаких предложений? Нет, к сожалению. Пока, я надеюсь. А скажите, кто-нибудь когда-нибудь посвящал вашим ногам стихи, например? Или, может быть, кто-то их хотел живописать или фотографировать? Вот именно ногам нет. Мне стихи посвящали. Ну, потому что вот просто меня вот именно ногам нет. И не живописали ничего. Так что пока только много-много фотографий. А так больше ничего. Но вы рады тем переменам, которые с вами произошли вот за последнее время? Да, да. Потому что все-таки произошла перемена в моей жизни. Происло такое разнообразие. У меня было несколько поездок, которые мне очень нравятся. Меня великолепно встречают. Я встречаю много людей. Я знакомлюсь с другими людьми, что мне очень нравится. Потому что всю свою жизнь, когда я играла в баскетбол, я много путешествовала, я много меняла места. Я встречалась со многими-многими людьми. Ну, в принципе, очень общительный человек. И в последнее время, когда у меня немножко так все это застоялось, мне этого очень не хватало. Вы столкнулись с рутиной, да? Да, с рутиной, которой у меня раньше никогда не было. Поэтому мне это было тяжело. И как бы до сих пор я не совсем могу к этому привыкнуть. И поэтому, на самом деле, я очень рада всем этим поездкам. То есть вам нравится известность? Да, да. Могу сказать, что нравится. А вы не боитесь, что появится какая-то женщина, которая отнимет у вас ваш титул? Ну, конечно, мне этого больше не хотелось. Естественно, я хочу пробыть в книге как можно дольше. Тем более, я в нее только попала. Естественно, я не хочу никому свой титул королевы длинных ног отдавать прямо вот так вот. Ну, что поделать, если как будет, так и будет. А вы знаете женщину, которая занимает второе после вас место в мире? Ну, это значит... Подлинья ног. Ну, это значит, та женщина, та девушка, которая была в книге на меня. Это англичанка Сэм Стэйси. У нее была длина ног 127 сантиметров, 127,6. И как долго она занимала первое место? Долго, с 2001 года. Очень долго. До 2009, то есть 8 лет. Да, до 2008 лет. То есть, если бы я могла тоже пробыть в книге 8 лет, я не заряжаю. Скажите, Светлана, вот если бы кто-нибудь предложил вам прожить жизнь сначала, да, ну, представьте себе такую ситуацию, и сказал бы, что вот в вашей другой жизни вы были бы меньше роста, у вас были, может быть, короче ноги. Вы согласились бы на это? Я думаю, что нет. Я уже не могу представить, как бы я смотрела, вот я действительно привыкла смотреть на всех сверху вниз. И я уже не могу представить, как что-то я буду на людей вверх смотреть, я что-то не буду видеть на верхних полках, как-то у меня не будет такого полного обзора. Я уже, я как-то иногда задумывалась об этом, так, я немножко не представляю. Поэтому, я думаю, тем более сейчас я бы никогда не отказалась бы от своих длинных ног. Они такие уникальные. Нет. Хорошо, спасибо вам большое, Светлана, что вы к нам выбрались, несмотря на плотный график, и наши телезрители смогли увидеть ваши чудные ноги. Спасибо, что вы меня пригласили. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Персона Грата», и в студии с вами была Людмила Благонравова. Всего вам самого доброго.